Продолжение следует... И он выступает против строительства здесь водного пути Е40. Константин с детства интересуется вопросами защиты природы и животных. Для нас река Припять – это европейская амазонка. Уникальность этого места, что люди могут сюда приехать и увидеть, как это было, какими были реки, какой была природа в Европе. Сохраняя большие площади дикой природы, мы в том числе сохраняем экологический баланс, экологический, в целом, на материке, европейском. Водный путь Е40 должен пройти через 11 охранных природных зон Белоруссии и может нанести им непоправимый урон, говорят активисты. Судоходный маршрут должен соединить Балтийское и Черное моря. Он пройдет через все Полесье – одну из последних крупных лесоболотных территорий с пойменными лугами в Европе. На Полесье обитают 90% от общего количества видов птиц Белоруссии, в том числе и подверженные исчезновению виды. Многие пернатые гнездятся прямо на неукрепленных берегах. Протяженность сплава составляет 35 километров. Он проходит именно по тому маршруту, которым хотят воспользоваться при строительстве судоходного канала. В некоторых местах даже байдарки с трудом проходят. Группа делает несколько остановок. Участники сплава разговаривают с местными жителями о запланированной водной трассе. Чаще всего в деревнях люди имеют ограниченный источник информации. Мы являемся как раз таким источником информации, чтобы они не только получили те сведения, которые пишут в государственных СМИ, они получили еще другую точку зрения и уже сами приняли решение. Им важно развитие водного транспорта или же им важно сохранить свою окружающую среду в каком-то здоровом состоянии. Река всегда была центром деревенской жизни. О планах строительства трассы Е-40 здесь пока никто не слышал. Некоторые жители видят в них возможность для экономического роста в регионе. Нам хорошо было, когда катера ходили туда, на Украину. То было, ой, в него ходило, а что нам хорошо? Если на экологию будет плохо влиять, то будет плохо. И так сейчас воды нету. Раньше рыба была, ловилась хорошо, а сейчас вообще уже речка высыхает. Очень хорошо пускай строят. Будет цивилизация, будет народу больше, будет веселее. Будем кататься на Черное море. Правительство все еще ищет инвесторов для этого проекта. Окончательного разрешения на строительство пока нет. По этой причине представитель Министерства транспорта и коммуникации Беларуси отменил запланированное интервью Deutsche Welle. Однако сторонники восстановления Е40 говорят, что транспортировка груза по воде более экологична, так как автотрассы и так перегружены. Инфраструктура должна развиваться и позволять развиваться регионам. И использовать потенциал речки во благо народа – это основная задача для правительства и государства. Второй день сплава на байдарках по Припяти. Многие участвуют в данном мероприятии впервые. Константин рассказывает им о своих опасениях вечером у костра или за завтраком. Он уверен, что белорусам следует сделать ставку на экологический туризм на Припяти, а не на грузоперевозки. Человечество не задумывается о том, чтобы все-таки создавать вот эти уникальные нетронутые места, оставлять их для самой природы. Чтобы была возможность каждому из нас прийти туда, тихонечко сесть и вот так вот просто понаблюдать, как кто-то там поет, как все это меняется. Эколог опасается, что строительство канала может навредить дикой природе и болотам, как в советское время мелиорация. Потому что для судоходного канала реку пришлось бы углубить. Припять протекает в Беларуси через зону отчуждения, загрязненную во время аварии на Чернобыльской АЭС. Для экологов это страшный пример того, как деятельность человека может нанести непоправимый вред природе. Вот я еще не знаю по отношению к тебе, но я люблю всех. Знать и тебя тоже. Субтитры создавал DimaTorzok